Совместные выставки «Лицкий историко-художественный музей и Лицкое благочиние» проводят уже более 10 лет. Первая такая была организована в 2010-м. Затем подобные выставки стали традиционными. Не первый раз совместно с музеем, с замком мы проводим подобные мероприятия, выставки наших предметов религиозных и, конечно, святых наших икон. Вот одна из таких масштабных выставок прошла в 2019-м году в новой обновленной башне замка. Мы выставили иконы, начиная с 17-го века, 18-го, 19-го века, литературу богослужебную. И выставка пользовалась очень таким хорошим спросом. И вот в этом году решили сделать подобную выставку праздником христианским, Рождества Христова. На этот раз идею организовать выставку поддержали и католические священники. К экспонатам из фондов музея и фондов Лицкой епархии добавились те, что хранятся в приходе костела воздвижения Святого Креста в Лиде. У нас уже у музея есть традиция организовывать подобные выставы с православной церквой, с Лицким благочинием. А здесь подяемся, что дательная выстава, на две початки, в супрацовницу, так само и с католическим костелом. Мы вельно удачны, как Лицкому благочиню нашему за супрацовницу, и так само удачны и епархии католической родинской. Сегодня мы хотим показать, что все мы христиане, показать про то, что мы все добрые относимся до людей, и повинны жить в узгодье, и в мире помеж собой. По кольке наш регион вельно цикавый, у нас живут и православные, и католики, и семьи так само у нас женятся, выходят замуж православные, и католики, и святые означают разом. На католическое народжение едут православные до католиков, когда у православных народжения Христова, и они едут сюда православных. Поэтому традиция захования, суяснования уже не такого крайней бы поддела православные католики, или что, что теперь нет, пока, кольки, заправдываются, это семейная традиция, семейная совесть передается. Выставка даст мягчимость духовно сбогатиться, духовно задуматься об жизни своей мамы, об своих поводинах, и даст мягчимость заглянуть во внутренний свет человека, подумать, как я живу. Мы лечим, чтобы эта выставка допоможет нашим наведникам разного взрослого. Кожный, кто придет сюда, знает, где тут себе обходно и потребно для души. Католики могут доведаться и познаемиться со старыми иконами православными, что характерно для храмов католицких, скульптур, яких немало, у православных храмов. Задача не показать розы, задача показать единство христианской конфессии для православных таких католиков. На выставке «Одна вера, одна надежда, одна любовь» более 50 экспонатов. Это предметы религиозного культа. Иконы, скульптуры, богослужебные книги, кресты, одеяния священнослужителей, литургическая утварь. Самый старинный экспонат на выставке – богослужебная Минея 1721 года. Ей 300 лет. Представлены иконы тоже 18-19 века, богослужебная литература. И вот каждый, кто посетит эту выставку, я думаю, получит очень много полезного. Может прикоснуться к старине, к древности, посмотреть книги, по которым молились наши предки. 200 лет назад, 300 лет назад. Прикоснуться к иконописи наших литерских храмов. И православная, и католическая церковь выставили свои какие-то предметы. Дай Бог, чтобы все-таки в душах наших был мир, радость, чтобы мы, самое главное, старались беречь друг друга, любить друг друга. Посетители выставки «Одна вера, одна надежда, одна любовь» говорят, что она обогащает духовно. Начинаешь тенить то, что имеешь, и расставляешь приоритеты, что для тебя важнее. Так ли это на самом деле, убедиться можно до конца зимы. Христианская выставка в Лицком замке будет работать до конца февраля.